Гости с первых минут взялись активно атаковать ворота хозяев и первые 20 минут действовали с позиции силы. Особенно были опасны стандарты, которые доставили немало хлопот вратарю полевчан. Гости, переоценив свои силы, побежали вперед и тут попались на контратаки. На 35-й минуте Илья Карпицкий точным ударом в ближний угол поразил ворота гостей 1-0. Стоит отметить, что это был единственный удар в створ в исполнении хозяев. Так команды и ушли на перерыв. Ряд замен в полевской команде привели к тому, что команда стала очень глубоко садиться в оборону. На 65-й минуте хозяева вновь остались в меньшинстве. За вторую желтую поле покинул Кирилл Юлдышев. Много грубости в команде. Каждую третью игру команда не доигрывает в полном составе. То есть с этим нужно что-то делать. На протяжении сезона команда не может настроиться на какую-то игру позитивную. Где начинается грубость, там футбола уже нет. Там уже начинаются потасовки. Такое чувство складывается, что они пришли не в футбол поиграть, а выяснить отношения какие-то. Кто крутит тут. Как во дворе. Между собой начинается там я, ты, да ты мне туда отдал. Вообще это как-то должна такая атмосфера быть в команде дружеская. Хотя бы не быть друзьями, но быть товарищами. В игре они выполняют одно дело, не представляют лицо города. А лицо какое мы видим. Итог. Болельщиков нет на стадионе. Никто не хочет смотреть такую игру. Вот и все. После удаления хозяева не разобрались, кто должен закрывать освободившуюся зону. А именно отсюда и пришла атака, после которой счет стал 1-1. Диагональный пас в штрафную. Защитники не разобрались, кто опекает нападающего. И он вышел на рандеву с вратарем, где в ближнем бою переиграл сража ворот хозяев. Теперь вся интрига заключалась в том, сколько очков увезут тагильчане домой. Полельщане глубоко отошли назад и откровенно прижались к своим воротам. Во втором тайме хозяева провели лишь три атаки, доведенные до удара в сторону ворот. По статистике в этом сезоне команда в каждой игре забивает лишь один мяч и пропускает три мяча. То есть команда каждый раз играет с разницей минус два мяча. То есть это отрицательный показатель. Даже если сравнивать с половиной прошлого сезона, там было 14 игр, выиграли три, сейчас выиграли четыре на заметочку. Тогда команда пропускала 2-1 гола за игру и забивала 1-4. То есть разница буквально там в 0,8 гола. То есть команда как-то росла. Пол сезона команда только построилась. То есть она старалась играть. И конкуренция была составлена. Там в каждом матче было 7 человек на замене. То есть игроки понимали, что если он сейчас сыграет плохо, он в следующую игру не выйдет. Или он будет сейчас заменен. Сейчас ситуация аналогичная. То есть сейчас игроки есть, но они в команду не приходят, потому что они не видят перспективы здесь. Первая версия произошедшего хозяева функционально не готовы ко второму тайму. Что подтверждает статистика, где наши пропускают в этом сезоне больше мячей. Вторая. Команда не имеет представления, как ей действовать в меньшинстве. Хотя с завидной приодичностью не может доиграть матчи по ходу сезона в полном составе. Тем временем нерв накалялся. Гости продолжали давить, защита скрипела, но отбивалась. Наши стали больше грубить и нарушать правила, к чему привел момент с назначением пенальти на 85-й минуте. Счет уже стал 1-2 в пользу гостей. Откровенно говоря, шансов отократься уже не было. Полевской потерпел очередное досадное поражение. Поражение, как всегда, складывается в этой команде за счет отсутствия самоотдачи. Игроки понимают, что у них нет реальной конкуренции в составе. И они играют спустя рукава. Получается так, что вообще итог закономерен. Всего сезона осталось три игры. Не думаю, что кардинально что-то поменяется в команде. Потому что за два года команду прошло 60 человек, включая тех, которые сейчас играют. То есть 45 человек, грубо говоря, в команду не попали. То есть это причина... Ну, нужно причину искать, наверное, наверху где-то. Как рыба гниет с головы, команда гниет от главного тренера. То есть как тренер управляет процессом, так команда играет. Как дирижер в большом театре. Если дирижер не пришел, допустим, на репетицию, на следующей концерте его оркестр играет какую-то другую симфонию, которая ему непонятная. То есть и тут же аналогия с футбольной командой. Футбольная команда не пришла на тренировку, тренер не пришел на тренировку, команда не знает, как играть. Александр Петрович говорит, что в команде каждый раз 5 новых человек. Да, действительно так, 5-7 новых человек. Как команда будет играть, если 5-7 новых человек? У меня в команде, если будет 3-4 новых человека, даже в мини-футбол, это уже будет что-то, тот футбол, в который они не будут понимать играть. То есть взаимосвязи теряются и получается, что на поле-то получается игра, которая не строится за счет каких-то принципов игровых, а получается просто интуитивная игра от команды. Просто нужно работать с футболистами. Команда-то есть, игроки есть, перспективные игроки есть. Много кто ушел, их можно вернуть в команду, но пока они не хотят возвращаться к такому футболу, потому что они уже прошли это, они знают, что тут будет. Самое главное сохранить команду. Да, сохранить команду, постараться объяснить главе и депутатам, что эта команда действительно нужна. Без этой команды у нас футбол не будет развиваться. У нас так футбол в строении плохо развивается, потому что мы чемпионат России смотрим один тур в неделю по НТВ. О каком развитии футбола может идти речь. Тут вот есть реальная возможность прийти людям, которые играют в футбол, занимаются футболом, прийти посмотреть на команду, которая выступает, ну как бы рангом выше, не во дворе играет, а выступает в чемпионате области. Пусть во второй группе, но это чемпионат области. Продолжение следует...